Привет всем! Мы находимся где-то в Шанхае, сейчас мы идем в Думхай университет, мы сейчас идем в Думхай университет, покажем вам как там все, что там есть, как живут студенты, и встретимся с одной из студентов из Казахстана, Салтанат. Салтанат, вот. Салтанат нас уже ждет. Да, она такая классная, все такая модная, сейчас сами ее увидите, короче, вот. И вот он, университет Уфа. Добро пожаловать! Привет, друзья! Добро пожаловать Думхуа! Нормально! А ты как? Хочу уйти. Хочу уйти, ребят. Привет! Ну что, поехали? Поехали. Ну вот смотри, мы сейчас на территории. Расскажешь что-нибудь, вот допустим? Где мы находимся? Где мы находимся? Что это? Вот наше самое высокое здание. Здесь проходят все мероприятия, все концерты. И здесь учатся на китайском. Класса на китайском. Ханюбану, да? А ты здесь учишься? Нет, у меня здесь парни проходят. Я учусь с эпичными, с теми, кто учится на английском. Ничего себе! Да. А, ты на английском учишься, да? Да, я учусь чисто с иностранцами и не с китайцами. А все, кто учатся с китайцами, у них проходят уроки здесь. У тебя какой курс сейчас? У меня третий курс. Третий курс уже? Какая, какая взрослая, третий курс. А по ней не скажите. Да. А языковые курсы обычные, вообще до 12 дня. И как бы тот, кто хорошо учится, он хорошо научится, как бы хорошо научится. Ну, как говорится, если ты хочешь, ты выучишь. Если нет, то много соблазнов всегда есть везде. Тем более, это Шанхай, Шанхай, такой город большой. Такой бы учителя у нас хороший. Вот. Обучение на китайском. На китайском, ну, вообще, основное направление это фэшн дизайн. А так, очень много профессий здесь. Здесь есть фэшн интерьера, фэшн продукта. Полный фэшн. Вообще, такие профессии есть, как типа маркетинг, международная торговля, экономика. А также при Думхуа есть австралийский учебный центр, РАФЛС. Направление тоже фэшн дизайн. Вообще, во всем Думхуа это самое дорогостоящее направление. Курсы? Курсы. Бакалавриата есть? Бакалавриата. Магистратура есть? При РАФЛС я не знаю, но вообще в Думхуа, конечно, есть институты и на английском, и на китайском. А насчет РАФЛС, там три года обучения проводится в Думхуа. Здесь у нас в Китае, в Шанхае. А четвертый курс нужно ехать в Австралию. Да, студенты с РАФЛСа, если вы нас слушаете, напишите нам, чтобы вы подробно рассказали про ваш корпус. Вы нам очень интересны. А вот наша библиотека. Ага. Может зайдем, посмотрим, что там? Да, давайте. Да, давайте, конечно, субтитры. С помощью этой карточки мы заходим в здание языковых курсов, в общагу, облачиваем горячую воду в общаге. Ну и вообще, короче, это все. В Думхуа это все. Это твое лицо, это ты. Не больше заходи в библиотеку, да? В библиотеку? Как бы название не пропускают, это не та карточка здесь. Спасибо. 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 В библиотеке мы занимаемся, делаем домашнее задание. Группа собирается, там идти интернет. Ну, когда как? Мы рассказываем про жизнь Думхуа, тогда мы учимся здесь. Да, да, да. Вот оно, да? Тут, получается, написано, где какой кабинет, что пачок, время, расписание и кабинеты открыты. Вот я вижу тут профессии всякие. Еще самая главная ценность нашей библиотеки, это то, что здесь есть кафедерия под названием паста. Паста? Это наша бланка. Здесь очень часто ребята обедают после парка. Нурик уже взял себе лакомство. Да, я вот себе беру чизкейк шоколадный. Сейчас мы попробуем его, оценим. Серьезно? Да, серьезно. Мы находимся в программе попробовать чизкейк. Вот мы нашли меню. Паста. Открываем. Так, тут у нас есть всевозможные толцаны. 59, 88 юани. Тут достаточно много всего. Есть салаты. Супы. Русский борщ. Да, кстати, я даже не заметила русский борщ. Немножко острит. Ну, как китайские русские борщи. Так, смотрите, даже есть стейки. Вся вкусность парня мяса, конечно, из рыбы. Стейк из рыбы, потом говядина. Как думаешь, они... Пробовала? Вкусные? Ну, самые вкусные, да. Это стейк из рыбы. Из рыбы. Также гамбургеры вкусные. Так стыдно говорить, что... Да. Девушки должны быть в форме. Но ничего, в Китае все девушки в форме. В форме. Овощи, брокколи. Потом паста. Вот паста. Так что вы голодные в Думбане останетесь. Это закуски и десерты. Очень вкусные чизкейки и тирамису тоже. А теперь давайте сходим в корпус CIP. Покажем, где учиться на английском. Вот, где и я сама учусь. Ну все, пойдем. Так, мы проходим мимо поля, да я смотрю? Да, это наши мини-поля для футбола. Здесь очень часто играют ребята. Наши казаки тоже собираются играть против иностранцев. Вот, в неделю минимум два раза они собираются. Так стабильно. Так же дальше будет теннисный порт. А ты самая спортом занимаешься здесь? Ну, у меня, когда есть время, занимаюсь. А так, между прочим, для занятия спортом очень хорошие условия вокруг Донпа. У нас есть тренажерка, которая называется Уилс. Находится очень, ну, пешком минут 15. И сейчас, в ближайшее время, планируется открыть, планирует открыть еще один Уилс, который намного ближе, буквально пять минут пешком. И вообще, эта тренажерка очень популярна среди университетов, среди студентов Дон Хуа. Не переживай, не нервничай. Ты что думаешь, все свои будут смотреть? Ну все, успокоил. Среди студентов Дон Хуа, в тренажерку ты приходишь, они все знакомые, все свои. Вот, кстати, теннисный корт. Здесь можно своей ракеткой в любое время приходить и заниматься. Ариену платить ничего не надо? Надо, кажется, там, три логи в час или что-то такое. Ну, это дешево очень. Да, очень дешево. Три гранита, сколько на наших сейчас? 900 тенгет? Ой, 90 тенгет на 50. Да. Короче, чуть меньше 100 тенгет. Да, как бы это очень дешево. Просто нужно заранее прийти там в офисе. Наговорите, предупредите, что ты хочешь в это время заниматься. А вот и наше здание CIP, то есть там, где обучается в английском языке. Можно туда пройти? Там кажется красиво. Вот, ну сегодня пришли сюда в воскресенье, а здесь там в офисе закрыто, видите? Факультет бизнес-китайского, он тоже обучается здесь. Здесь чисто иностранцы, нету китайцев. Вот. Такое, как бы, кабинеты здесь красивые. В Дон Хуа, если быть активистом, очень хорошие возможности они предоставляют. И в плане учебы, и в плане грантов. Чем могут, тем помогают. И вообще, в Дон Хуа отношения учителей к иностранцам очень хорошие. Очень, они так с терпением относятся. Вот здесь сейчас будет у нас гостиница при университете. То есть, куда люди приехали, только поступили еще пока нигде жить. Могут здесь остановиться. Вот такая гостиница. Нормальная. Нормальная. Вот она. И постоянно она тоже нормальная. Нет? Ну да. Да? Да. А вот наш офис, куда при поступлении все приходят. Сдают документы именно здесь. Да, как бы все дела делаются именно в этом офисе. А вот это здание иниверситетовых курсов. Я иниверситет. На английском сити иниверситет билдинг. Коротко мы называем CRB. Есть главы. CRB, CRB. И вот. Небольшое здание, трехэтажное. Здесь проходят работовые курсы. Кстати, они делятся. Есть узкотние курсы. И есть еще и вечерние. При поступлении ты сам выбираешь, указываешь, как тебе нужно. Есть ребята, которые работают и на вечальные курсы просто проходят. Вход сюда через карточку. И, да, сейчас я открою. И вот так мы их проходим. Здание находится очень близко к общагам. Минуту-две минуты пешком. Так что это такое, как бы, такие условия учиться на языковых. Какого? На деревне бегать домой. В комнату. Поспорить. Ага. Кабинеты закрыты. Ну, вообще можно найти открытый кабинет, если вы хотите. У нас есть Созерия, потом есть уйгурский, аджесен, японский, кукакари. Потом еще ближе есть итальянский, но там цены чуть дороже. Ну, как бы, ну, нормальный. Вагос, что ли? Нет, Вагос тоже, кстати, есть. Вагос, Старбакс в двух-трех местах. Мы вообще снимать будем мою. Я вот здесь вот вижу, пока мы идем. Вот она, первая общага. Вторая общага. Вот эти, это китайские общаги. И вон третья общага, где я живу. И вот. Про общаги можно рассказать вот так. У нас общаги делятся на виды комнат. Есть комнаты обычные, с двумя человеком. Самое дешевое. С двумя людьми. То есть, там, холодильник, при кровати, шкафы, ну и санузел. Потом есть сьюеты. То есть, для двух человек, ну, есть дверь, которая отделяет. Ну, то есть, у вас две комнаты. Но санузел общий. Но санузел общий. И есть сингл. То есть, для тех, кто живет один. Тот, кто не живет в нашей общаге, он обязательно записывает свое имя и получает такую бумажку, что он гость. Бейджик. Бейджик, да. Браво. Она не знала, что такое бейджик. И в одиннадцать часов вечера выпроваживает этого человека. То есть, после одиннадцати находиться гостям. То есть, его находят в общаги и забирают. Да, они звонят. Они записывают, в какую комнату ты пришел, кто тебя сопровождает, кому ты пришел, зачем ты пришел. И, как бы, вот. Вот наша третья общага. У нас всего лишь два лифта. И утром, когда все идут на пары, у нас просто пробка. И вот, сейчас мы придем в мою комнату. Я живу у нас с посеткой. Будем встречаться. Можно самой открыть. Лучше постучаться. Скажи так. Привет. Пожалуйста, ребят. Проходите. Тут уже чуть-чуть поправлю. Там удачи не будем. Да. Кто где спит? Да можете там дойти и снять с тебя. Из-за чего мы только снимали эту комнату? Вообще, эта комната предназначена для четверых. Но мы пока с ней живем вдвоем. Сколько платится? Ну, за два человека. Я за семестр заплатила 4 800, да? Это за одного человека. 4 800 юань? Это за одного человека. Нет. Но здесь должны уже четверо. То есть, там только в заболе. Где-то 8 000. 8 000. 9 000 с лишним. 9 000? 9 000 с лишним. Туалет. Снузел. Компин. Открываешь там золотой туалет. Ну, при всем этом в общагу очень сложно провести человека, который не живет здесь. Как бы если ты устраиваешь вечеринки, то только с теми, кто живет в общагу. Дон Хуа. Аня, это Жанья. Как дела? Привет. Ой, сори. Теперь мы вышли с общаги 3-й. Идем в столовую, да? Идемте так, наверное. Прямо, да? Сейчас будем по ходу всех встречать, собираем потом колбасы. Да, мы встретили студентку Дон Хуа и ее зовут Жанья. Теперь расскажи. Привет всем. Как тебе Дон Хуа? Ты на какой профессии? Дон Хуа мне очень нравится. Университет шикарный. Район классный. Вот мы сейчас направляемся в столовые. У нас есть 5 столовых. Все они очень вкусные. Они вкусные в Санхай. Студенческая жизнь очень веселая, насыщенная. Каждые выходные мы с иностранцами, друзьями выбираемся в город. Вот. Иностранцы, казахи, СНГшники, все дружные. Все дружные. Все дружные, да? Да. Все между собой общаются. В общем, вот столовка. В общем, вот, покажи, вот она. Вот она, китайская столовая, вот она. Вот здесь люди. Вот здесь кушают какую-то. Вот здесь кушают какую-то. Вот здесь кушают. Мизиковых вкусов. Да, мы учились, мы приходили, здесь покупали и кушали. Здесь есть вафик, там похоже на что-то наше. 15 годное. За 4 юаня. Здесь все, что необходимо, можно купить на первое время. Там полотенце, все такое. Зубные щетки, мыло. Да, это тетрадки, ручки. Это все, что обычно необходимо для приезжего. Но все, что нужно, можно не снимать. Ну вот и подошла наша экскурсия к концу. Спасибо девочкам за то, что провели ее. Нам очень понравился университет. Было интересно, не так ведь? Спасибо, что пришли к нам в гости. Мы вкратце вам показали, рассказали о духах. Надеемся, что вам понравилось. Приходите к нам. Ждем новых студентов. Еще раз хочу поблагодарить девочек. Хороший университет. Да, если вам понравился университет, то вы, конечно, обязательно можете спросить нас. Вы видите там ссылки внизу, наверху, где-нибудь они там будут стоять. Вот. Обращайтесь, не стесняйтесь. Мы всегда поможем 24 часа в сутки, там 7 дней в неделю. Так что пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok